Вот вы знаете, раньше же тоже как раз работал. И сколько заводов-то было, комбинаторов, но у нас всегда воздух был чистый. Так что это зависит не от заводов, не от комбинаторов, это зависит от самого губернатора. Он зачем не везет, я считаю, как. Поставку, что губернатора, что нашего мэра, которые два слова съезжать не могут. Не надо сказать одно, что неоднократно у нас объявляется режим черного неба, соответственно, со стороны администрации ничего не делается в данном направлении. То есть бизнес наш, который загрязняет воздух, тоже ничего не делает. Говорят и обещают только о том, что будут фильтры, очистку, устанавливают себя. На самом деле ничего не происходит. Только если взять одну зеленую рощу в советском районе, практически очень часто происходит смок, которым дышать невозможно. Ролики, ролики, ролики. Это особый совершенно случай. Там-то поля, они не деревья. Для того, чтобы помогать людям, а не для того, чтобы также получать откаты, как, например, это делают депутаты, близлежащие к нашему великолепному губернатору. А мы голосовали против. Голосовали против бюджета. Потому что бюджета, ни слова не было об этом сказано. Ну, снова же повторю, результат на лицо. То есть как жили в грязи и задницы в тяжелом состоянии, так и продолжать будем на 17-й год, потому что сейчас уже ничего не изменит. Застройщикам, сами по себе застройщики. Вот то, что на сопке застраивают, это сибиряки, если мне память не изменяет. Как раз вот эти вот свечки, которым в прошлом году летом вырубили несколько скверов. А мы несколько раз собирали митинги вместе с жильцами, которые были против вырубки этих скверов. Потому что, ну, само по себе там строительство было бы пагубным, потому что, ну, не остается никаких зеленых участков. Да и договориться с кем-то договорились, а сам губернатор обещал, что поможет этой ситуации. Однако, ну, ничего такого не произошло. И, скорее всего, деревья тоже никто высаживать не будет. Мы привлечем китайских рабочих на ставки в 50 центов за час. Такую концепцию мы называем инсорсинг. И мы хотим, чтобы ты использовал термин «инсорсинг» во всех своих выступлениях. Это слово всем понравится. Вы хотите превратить Хэммонд в огромную каторгу? Потому что они сейчас скорее вырубят еще что-то, еще что-то построят. Конечно, застраивать город, это такие дома, так как для миллионного населения, даже больше, чем для миллионного населения. Не застраивать город и вырубать деревья, в том числе лес вырубать. Это очень глупо вообще. Толоконскому все это не надо. Он побудет здесь, карман набьет, в Москву деньги отошлет, сколько-то им надо. И все, и там должность получит. Вот и все, что я могу сказать. Я скажу одно. Нам тут врут про две тысячи с половиной деревьев. Вот только один сарай, который уже построили, под него уже вырубится столько деревьев. Этих сарая будет 60 штук. Там лапшу на уши вешают. Весь лес погибнет от радуги, то студенческое все закатает в асфальт, по настрою сарая, бесполезно, для того, чтобы неделю водки поменяли. Простите, пожалуйста, на этот дискар. Там еще будет троллейбусная дорога, в лесу троллейбусная... Их сколько по городу? Три-четыре? Кому они нужны? Не знаю, для чего это делается, но деньги тратятся огромные и не целесообразятся. Пошли жаловаться к Городецкому. Он такое наградил. Мы к Толоконскому. Такое натолок. К Драчевскому решили нить. Булатов говорил, что миллион деревьев или как он там. А как он, как может? Как бы озеленение-то должно быть? Вокруг города вырубается. Кому это разве нормально? Я считаю, это ненормально. Куда же людям деваться? Это все ненормально. В предыдущих годах мы этого не наблюдали чисто с тем, что у нас застройка берегов началась. В втором числе и правого берега, острого отдыха, левого берега. То есть на горах начали строить огромные дома. Те же самые вот эти спушные свечки, которых уже предостаточно. И в проекте на 18-19 год их еще больше будет. Грубо говоря, просто перестал воздух выходить. Толоконский ждет, пока его место освободится, я скажу так. Потому что его час уже прибыл. На территорию Красноярского края катастрофическая ситуация. О том, что у нас как бы и дефицит бюджетный, о том, что мы не распределяем сверства, как это было бы подобаючи. И в открытую говорят о том, что Толоконский, грубо говоря, просто не справляется со своими. Откаты, не откаты. То есть, ну, в любом случае, ему нужны сверства. И как бы перед тем, как свалить, нужно, как хорошенько набить карман. Там, губернатор, он бы мог решить эту проблему, грубо говоря, в начале ее появления. То есть, ну, с осени предыдущего года, то есть 16-го. Потому что до этого, ну, такого сильного загрязнения не наблюдалось. То есть, естественно, Толоконский в этом подвязан. От универсиада это спорт. Лучше бы в 21 веке, лучше бы этого не было вообще. Пускай люди сейчас в другое время, свал Богу, пошло. Могли бы люди ходить в церковь и у Бога молиться. Толоконского в Новосибирске. Енисей же не замерзает ниже. Мы потеряли резко. У нас много было разных губернаторов, но таких еще не было, прокодимцев. Что, где-то, что-то народ только не хочет, чтобы делали там. Или лес вырубали, или что-то, но мешает людям, как бы, для народа. Народу это не надо. Ни Толоконский, ни кто, что сказали, так и сделали. Народ никто не слушает. Вот это я знаю. А раз народ не слушает, о чем можно говорить? Получается, что он один умный, а все дураки, да? Я бы хотел, чтобы быков был. Вот мое. Если бы был быков, мы бы жили совершенно по-другому. Он бы им не отслюнивал так, как эти все отслюнивали все эти губернаторы. Вот надо кого оставить. Вот это я скажу прямо и открыто. Это начало сибиряк, все. Он будет отстаивать свое. А этот, я считаю, это не мусор для нас. Нам не нужны такие люди. Я не знаю, что это за форум, что это за слово. Полезно тогда, когда народ нормально живет. Полезно тогда, когда он делает для народа. А какая польза, если он отворачивается от народа? Хоть ты форум, хоть и что, что там придумаешь. Для народа это ничего не значит. Народу надо жить, работать.